27 числа будет проходить протест дальнобойщиков против действующей власти Путина, против Платона. Скажите, если в связи с этим будут перебои с продуктами питания, то вы винить будете их или власти Путина? Даже сложно сказать, наверное, нельзя оставлять какие-то группы людей без продуктов, есть же дети маленькие, которые должны получать какие-то продукты питания, у которых определенный срок годности и заранее не запастись, поэтому сложный вопрос, не знаю. То есть все-таки они работать должны, да, а не бастовать? Ну, может быть, какие-то другие формы, может быть, не бастовать, а как-то какие-то подавать документы где-то в арбитражный суд, в какой-то, может быть, подавать или как-то так вот иными, наверное, формами. Потому что без чего-то, безусловно, можно там какое-то время перебиться, а какие-то продукты питания, наверное, все-таки должны быть у населения, ну, определенных групп. Дальнобойщиков, конечно. Дальнобойщики, они же выступают, конечно. Я затрудняюсь ответить. Не Путин, а ту систему, которую ввела, наверное. Вот власть будет виновата или дальнобойщики? Скорее всего, власть, потому что, как бы, они вводят законы, а не дальнобойщики. Хороший вопрос. Надо подумать. Ну, тут, как бы, эта политика, она не может быть с одной стороны, она идет с обоих сторон. Вот выду, они просто говорят, мы на протест выйдем, да, и у вас будут перебои с едой тогда. Вот как вы считаете, вы конкретно и вообще народ России, он больше возненавидит за это Путина или дальнобойщиков? А это как средства массовой информации преподадут. А именно? А именно правительство, ну, как бы, федеральные каналы покажут одно, сделают общественное мнение, оппозиционные каналы покажут другое, сделают другое мнение. А у вас вот лично какое мнение? А я белорус. Да никого не будем везти. Ну, мне вообще не нравится. Я вот за дальнобойщиков, я вот дальнобойщиков обвинил. Меня в целом, как бы, все устраивает. То есть нельзя им бастовать? Ну, я против. Им надо работать и не чирикать, да? Ну, как бы, да. У меня есть знакомые друзья-дальнобойщики. Как бы, никогда не замечал, что кто-то из них хотел бастовать против Путина. А почему должны быть такие проблемы? Вот они собираются бастовать через недельку. На самом деле, сложно ответить на этот вопрос, потому что, как бы, тут очень много таких соприкасающих моментов, да? Потому что, на самом деле, как бы, склады забиты, по большому счету. То, что привозят... Сложно ответить, на самом деле. Ну, вот, по-вашему, они имеют право на забастовку или они должны работать и не чирикать? Выдвигая свои требования, мне кажется, имеет каждый человек, любое общество, сообщество. Потому что любой человек имеет право на что-то лучшее, правда? И если что-то ему не дается или что-то препятствует, люди имеют право выбирать и требовать то, что им нужно. Логично, что их. Это очень сложный вопрос, как бы, тут сразу так не ответишь. Это нужно думать. Они виноваты, да? Если они протестуют, то, в первую очередь, они. Нельзя им протестовать, они работают, да? Да не, можно, конечно. Они имеют право, конечно. Никого не буду винить. Буду винить магазины. Как это, магазины? Ну, в магазины же дальнобойщики привозят продукты. Не знаю, руководитель магазина должен договориться с дальнобойщиками. То есть, все-таки не власть, а вот дальнобойщики, магазины, они, да, виноваты? Ну, в принципе, власть же тоже, люди, они же тоже покупают продукты, наверное, они как-то, если принимают какие-то законы, то... Ну, они вот такие законы принимали, что дальнобойщикам невыгодно на работу ходить. Наверное, когда закончатся продукты, тогда примут другой закон. Когда не будет продуктов в магазине, примут другой закон, чтобы дальнобойщикам было удобно работать. Да. Вообще, то, что у нас в стране как все организовано, нельзя сказать, что дальнобойщиков. Ну, и не конкретно Путина. Не того, не тех и не других, и не Путина. А кто виноват будет? А я не судья. Ну, вот дальнобойщики не вышли на работу, в магазине нет продуктов. Кто виноват, получается? Если дальнобойщики не выйдут на работу, то это их законное право. То есть, они отстаивают свою точку зрения и имеют право, как во всем мире, в правительстве их должно услышать и выйти с ними на контакт и это обсуждать. То есть, так должно быть. Принять меры, чтобы они работали дальше. Чтобы им выгодно было работать. Переговоры вести, что их не устраивает, что надо изменить. Просто никто не реагирует на них, это плохо. Ни Путина, ни их. Ну, они вот против Путина восстают, там, недовольны им. Ну, по-настоящему, мне Путин же виноват в этом. А кто? Тема, и, наверное, есть за Путиным люди, которые, как чиновники, которые должны их делать. Путин же не хозяин этих вещей. Он может давать какие-то указы, но исполняют конкретные люди. И, наверное, есть люди, которые в чем-то виноваты. Надо разбираться, дело серьезное. Никого винить не буду. А я считаю, что есть серьезные вещи, в которых нужно серьезно разбираться. А не огульно спрашивать прохожих. Какой рост в сантиметрах у Путина? Ой, я не знаю, но он не очень высокий. Ну, 158-160, наверное, где-то так. Ну, для меня это вообще Бог. Я в него верю. Рост? 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 Рост его или что? Или что? Да, да. А рост? В сантиметрах. В сантиметрах? Я не знаю. Я не видел его уже. Классный чувак. Метр шестьдесят сколько? Больше? Метр семьдесят. Метр семьдесят, да? Наверное. Ну, это не важно вообще. А реально, а почему? Это вообще не важно. Выяснить, хотим. Я реально просто ни разу вживую не видел его, поэтому я не знаю. Он не очень высокий. От семь метров семьдесят пяти, не больше, я думаю. Если сравнить с крышей Мерседеса, на которую он ездит. Чего-чего? С крышей Мерседеса, на которой он ездит. Если сравнить. Я не знаю. 180? 180, наверное, где-то. 180, да. Ну, в районе того, наверное. Какого роста он? Да, вот сантиметра. Не знаю, ничего не считаю. Ну, ближе вот к чему? 70? Я думаю, что да, что он выше меня. Что он больше, чем метр семьдесят. Но, как раз это имеет какое-то значение, это важно очень. Между сто шестью десятью и сто семью десятью пятью. Думаю, что где-то около метра восьмидесяти. Да. 180 с лишним. Может быть, метр восемьдесят пять. Даже выше сто восемьдесят. Не, ну, я думаю, что где-то приблизительно моего роста. Терминаторный, да? Чуть выше. Чуть выше. Ну, среднего роста, среднего роста. Ну, метр семьдесят пять, метр семьдесят два где-то так. Ну, какого роста? Сто семьдесят пять где-то. Не знаю, что восемьдесят. Сто шестьдесят пять. Сто пять? Не большой. Ну, ну, он это вроде высокий. Ну, я знаю, что небольшой, но не могу сказать. Меньше метр семьдесят точно. Меньше. Метр семьдесят два. О, метр шестьдесят четыре? Нет? Зачем? Зачем этот? Не знаю. Ну, как вы вот его видите? По-моему, кто-то из друзей моих обсуждал это, и, по-моему, у него рос метр шестьдесят четыре. Не знаю, почему я это знаю, но вот, по-моему, так.